Джон Траволта гей, а Леди Гага закомплексованная фанатка диет. Чего только не узнаешь из книг о знаменитостях. В сентябре выходят сразу две скандальные звездные биографии про Леди Гага и про Джона Траволту. Гагу решил разоблачить ее бывший турменеджер Дэвид Саймни. Предатель сообщил миру, что поп-звезда страшно комплексует по поводу своей внешности. Леди Гага страшно недовольна носом и своими от природы вьющимися волосами. Есть у певицы и еще один пунктик – лишний вес. Оказывается, Гага периодически изволит себя диетами. Из-за голодовок она шесть раз оказывалась в больнице и неоднократно падала в обморок прямо на сцене. А все из-за любви к экстравагантным обтягивающим костюмам, в которые Леди Гага далеко не всегда удается влезть. Довольно обидные факты для девушки, не правда ли? Хотя, по сравнению с книгой о Джоне Траволте, все это сущие пустяки. Скандальную биографию голливудского актера написал некто Роберт Рэндольф. У книги даже название угрожающее. Ты больше никогда не отдохнешь в этом городе. В интервью газете National Enquirer автор раскрыл самые пикантные эпизоды из своего творения. По словам Рэндольфа, Траволта неоднократно изменял своей жене Келли Престон. Причем с мужчинами. Звезда криминального чтива якобы завсегдатый саун для геев. Писатель уверяет, что знает все это не понаслышке. Траволта и его пытался склонить к сексу. Ни Джон, ни его беременная жена Келли пока никак не комментировали эти порочащие заявления. Вообще, если звезда нынче хочет остаться в памяти потомков не маньяком-гомосексуалистом, а нормальным человеком, ему нужно самому браться за перо. Например, как Анжелина Джоли, которая решила написать автобиографию сама. Так же поступил и Робби Уильямс. Уже в этом месяце он издаст свои мемуары под названием «You know me». В книгу войдут откровения певца о личной жизни, рассказ о его творческих взлетах и падениях, а так же 250 ранее нигде не опубликованных фотографий.